доброе утро дорогие друзья сегодня хочу показать вам рецепт очень вкусной ряженки здесь у меня вот уже закипает молоко здесь около двух литров но в первую очередь я вскипятила те же два литра термос у нас двухлитровый термос должен у вас хорошо держать тепло я вскипятила обычной воды и заливаю кипятком термос чтобы он согрелся чтобы он был уже так скажем готов к томлению и вот молочко моё закипает молоко у меня домашние но я думаю что можно использовать и магазина не у всех есть такая возможность купить домашнее молоко и вот молоко закипело я отключила газ сейчас вылью из термоса воду и залью туда кипящие ну вот кипяченое молоко молоко в термосе и сейчас просто нужно плотно закрыть термос чтобы ну в общем плотненько проверьте все термос закрыт и так оставляем его на сутки ровно на сутки так мы приготовим топленое молоко вот запоминаю я время полдесятого утра завтра в половине десятого я открою термос и солью молоко она еще будет горячим его нужно будет остудить до температуры 40 градусов чтобы она была тепленьким и добавляю в это молоко перемешивая можно в кружке развести этим молоком немножко две ложки сметаны и потом запустить всю эту массу молоко перемешано со сметанкой в остальное молоко и опять заливаем в термос и оставляем его на 8 часов если хотите чтобы ряженка была густой оставляем термос на 8 часов если любите питьевую ряженку то тогда можно на 6 часов и она будет ну немножко так редкая вот я вам покажу готовый результат это ряженка через восемь часов вот такая густая вот такого кремового оттенка очень вкусные друзья домашняя ряженка на перекус лёшек прям это его кстати рецепт вернее рецепт не лёши но он нашел мне и вот сказал попробуй вот мы попробовали и вот я уже второй раз буду делать эту ряженку вот такая консистенция очень вкусная ряженка очень вкусная друзья не выбрасывайте вот такие из-под сметаны баночки потом в них очень хорошо хранить уже готовый ваш продукт просто прелесть 15 минут чистого времени я конечно же не считаю то что там мы ждем 8 и сутки часов я это не считаю а вот приготовить понадобится 15 минут вашего времени всем приятного аппетита а сегодня у нас будут вареники это тоже домашний творог здесь около трех литров молока было я его ставила на сутки чтобы она скисла получилась простокваша а потом ставила кастрюлю на плиту и ну включала газ и где-то с полчасика у меня вот отбрасывался вот такие вот творожные шарики сейчас я сюда все вот у меня приготовлено все это сцежу сыроватку можно будет попить или сыворотку для кого как правильно вы слышите это там стучит лёшек может быть мы сегодня сейчас я выйду покажу на каком этапе находится стройка нашей крыши все больше и больше расцветают пионы а я здесь вчера вы помните я вам говорила про двери распашные которые приехали а танечки у нее в квартире были эти двери она их не хочет я вчера здесь при помощи строительного фена в общем занималась сейчас не знаю получится мне вам показать вот отодрала видите как вот сняла краску конечно же потом покажу результат вообще всей двери это вот я часа три наверное вчера только половину одной половинки так скажем с двух сторон же нужно все это очистить вот при помощи строительного фена я удаляла вот эту краску потом вот это все нужно будет зашлифовать и попросить не у нас будут если купить еще красивые ручки к этим дверям то будут вот такие распашные двери в наш будущий душ я уже говорила что у нас душ будет совмещен с нашей беседкой и вход будет прямо из беседки в душ ой давайте вам еще немножко красоты покажу жасмин или чубушник тоже набирает тут уже такой запах просто обалденный просто обалденный красота вот здесь вот кстати тоже будет стоять шпалера белого цвета здесь тоже посажу клематисы все это заплетен и будет красиво сейчас лёшка прям издалека покажу не любит когда снимают ну и чтобы крышу было видно вот на таком этапе находится наша крыша уже вертикальная вот эти бруски или брус уложена завтра скорее всего будем уже класть горизонтальные доски крепить тогда придет наш родственник и вдвоем конечно же это нужно делать потому что высоко поднять нужно доску она тяжелая а я поливаю своим способом при помощи табуреточки перетащила шланг пришлось конечно побороться с ним это нужно было отсюда его вытащить вот так вот вот так вот перетащить чтобы хватило полить вот тот дальний угол картошки вы вчера мне там писали по поводу жуков ну вот друзья вчера я в общей сложности если за день посчитать где-то жуков 20 нашла и в одном кустике раздавила яйца все кусты и вот так вот прям вот так смотрела яиц нигде больше я не нашла прям каждый кустик вот так подходила и просматривала всю картошку всю больше жуков тьфу 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 вроде бы то нету но опять же буду все равно в течение дня просматривать благо здесь картошки немного но вот даже из этого клочка картошки у меня остается остаются излишки вот три ведра картошки из трех ведер получается больше 20 ведер мы собираем и этого более чем достаточно но нашу семью из трех человек так скажем но иногда алёшек берет иногда анечка берет и очень много остается вот еще раз подойду вот этот кустик смородины очень хорошо пошел на коровичком его вот подсыпала прям вот новые листочки разворачиваются лучок мне нужно будет сегодня пропало час приготовлю покушать мне надо чтобы было что покушать потому что у лёшика еда по расписанию поэтому мне нужно вот видите теперь вся картошка поливается вся даже вот обедника которая не хватало влаги силу вот таким способом поливается потом стульчик со временем передвигается вот у меня уже вся вся картошечка пролита это я вчера не успела вечером сегодня на утро вот здесь вот буквально чуть-чуть останется и все видите какой нежный нежный фонтанчик она прям промокает и земля не забивается она ну рыхлая в общем то что и нужно вон грушка смотрите как пошла прям ух хорошо пошла я ее уже один раз обрабатывал от ржавчины сегодня еще нужно обработать сейчас она польется высохнет и я обработаю опять все деревья от ржавчины я посмотрела на яблони тоже появилась это ржавчина вообще это беда я так поняла но успела я успела она не пошла дальше вот я сейчас специально вчера не не оборвала этот листик сейчас я вам покажу вон он прям виднеется вот он больной сейчас мы его сорвем вот она понимаете в чем дело это обязательно нужно делать вот весь весь больной и вот еще один вот вот сегодня я еще обработаю еще один раз и я думаю что все будет хорошо в общем потихонечку продвигаемся помаленечку все хорошо видите я вот здесь вот чем вот хорош полиэтилен видите я открутила здесь и вот проветривается теперь здесь классная вентиляция там сетка висит и и здесь дырка и в теплице нет лишней влаги все проветривается посмотрите как хорошо пошел мой очень слабый когда-то очень плохой перчик вот-вот по моему все все с ним сейчас хорошо и он уже так догоняет на чесноке уже появились стрелы я уже здесь ходила обрывала их может быть сейчас с вами найдем ну пока не вижу может быть и все оборвала но они еще вылезли не все нужно будет ходить смотреть и убирать не нашла а вот появились стрелы сейчас мы и вырываем вот и и бросала вы мне сейчас скажете ой не надо бросать надо приготовить из них вот эту чесночную на маску не друзья у нас уже не те желудки нам нельзя это кушать а тогда это вкусная вещь я сегодня один все-таки одну стрелу съела но это опасно нельзя острое поэтому это не для наших желудков а тогда перекручивается с солью с растительным маслом прекрасно хранится в это холодильнике какое-то время вот так что у нас идет строительство крыши но я пойду сейчас готовить варенички домашние и мне еще сегодня предстоит сварить щи тоже без зажарки или поджарки так немножко тушу ее ну мы съели вкусные щи все равно получились по минимуму томата кстати цинии хорошо пошли видите это не и бархатцы тоже хорошо пошли такие красивые листики скоро зацветет гортензия древовидная первый год я увижу красоту вот только на третий год она у меня вот такая пошла если честно говоря первый второй год я про нее даже забыла и как-то не поливала в общем ничего с ней не делала и вот она показала себя в этом году и здесь теперь я ее и поливаю этой лимонкой и вот хвойный опад и специальное средство для подкормки гортензии я уже подкармливала и она пошла в рост очень хорошо пошли лилии здесь уже вон по три бутончика где два бутончика вот будет где один и и вот тоже бутончик скоро распустится обязательно покажу но пионы вообще сказка и аромат стоит неимоверный вот ну ладно сейчас покушать приготовлю вот у меня шлифмашинка стоит и кстати вы спрашивали вот такая фирма интерского не реклама вот буду дальше работать с дверями чтобы потом только беседочка раз готова двери покрасим и вот она все готова в общем пойду кушать готовить